В Саратове появится бюст полководцу Рокоссовскому. На аллее воинской славы в парке Победы в преддверии 70-летия со дня окончания Великой Отечественной войны поставят монумент герою СССР и командующему парадом Победы в 1945 году. Такое решение было озвучено на ежегодном пленуме Совета ветеранов области. Подробнее о самых значимых мероприятиях, намеченных на 70-летие Победы, в сюжете Екатерина Ковальчук. Эстафета Огня Победы в нашей области откроет череду праздничных мероприятий к 70-летию со дня разгрома фашистской Германии. Пока, признаются чиновники, до конца неизвестно, как будет проложен маршрут пробежки, кто войдет в число фекилоносцев. По словам губернатора области, в программе празднований намечены еще немало значимых событий. К началу юбилейных торжеств мы должны открыть музей трудовой славы на Соколовой горе, установить монумент воину-освободителю на Воскресенском кладбище, высадить рощи памяти во всех муниципальных районах области. Исполнение этих планов я держу на личном контроле, а персональную ответственность несут руководители профильных ведомств. Они знают, что спрос в них будет жестким. По примеру других городов, в Саратове уже в конце апреля 2015-го будет открыт памятник воину-освободителю. Его планируется установить на одной из аллей Воскресенского кладбища. Этот проект уже полностью завершен, а монумент изготовлен. Водружать его на пьедестал специалисты планируют предстоящей весной. По словам чиновников, увековечивание подвига русского народа в памятных стеллах и табличках лишь часть воспитательно-патриотической работы с молодежью. Главным примером сегодня, по мнению губернатора, остается труд добровольных поисковых отрядов. Они продолжают искать останки советских солдат на бывших полях сражений, как на территории нашего региона, так и за его пределами. Ребята из года в год, а не только накануне юбилея, занимаются этим важным и благородным делом. Их энергию, патриотизм необходимо тиражировать среди сверстников. Еще одним ключевым вопросом была и есть помощь ветеранам. Министерство социального развития и здравоохранения проводит активную работу с этой категорией граждан. Так, в каждой больнице предусмотрены отдельные места высокого комфорта для ветеранов Отечественной войны. По словам специалистов, отдельная работа с пенсионерами ведется в преддверии памятных дат. Нами проводится совместно с Министерством социального развития, общественных связей, национальной политики, здравоохранения и образования, волонтерами и добровольцами и добровольными помощниками акция «Память жива». В результате 28 812 ветеранов и пенсионеров почувствовали, что они не брошены, о них проявляется забота. Они имели возможность высказать свои пожелания, просьбы, внести предложения по совершенствованию работы с ветеранами. В преддверии 70-летия со дня Победы, в аллее Дней воинской славы России, в Парке Победы будет установлен бюст маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Екатерина Квальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.